всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал и сегодня я вам расскажу о баттерсе это будет третье и последнее видео будем гулять по баттерсе я вам буду показывать и рассказывать историю этого места каким она была и каким она стала добраться туда очень легко она находится на норд-эн-лайн и от метро до самого комплекса но буквально 3-4 минуты ходьбы архитектура сады на крышах мы видим что уже отстроена но вообще район все еще строится бедняжка не пустили псинку на детскую площадку но он бдит все равно бдит итак мы находимся с вами в баттерсе это район в юго западной части лондона на северном берегу темзы это первая зона и вообще история этого района очень богата и разнообразна и охватывает несколько столетий сейчас это строящийся современный район с красивой архитектурой прямо на берегу темзы где в бывшем помещении электростанции сделали большой шоппинг-молл с кинотеатрами надстроили два этажа в которых находятся квартиры и окружили это все великолепными современными экологичными садами исторически баттерси был сельским поселением первое упоминание о нем датируется 693 годом когда она называлась остров батрика в средние века баттерси был сельскохозяйственным районом известным своими фруктовыми садами и выращиванием лаванды сейчас здесь разбиты натуралистические экологические сады вот с такими современными скульптурами кстати многие части самой электростанции тоже поставлены в саду покрашены и является теперь арт-объектами кстати чуть позже здесь стали выращивать аспарагус и практически им снабжали весь лондон весь аспарагус который продавали в лондоне был выращен вот именно здесь а также в баттерси парке это викторианский парк который тоже был разбит на тех местах где высаживали аспарагус но туда этот раз я не попала потому что просто не хватило времени ну что же будем позитивными это просто повод приехать еще раз сюда и так в 19 веке баттерси претерпел значительные изменения благодаря промышленной революции район начал активно застраиваться и индустриализироваться в 1838 году открылась железнодорожная станция баттерси что способствовало его росту в это время здесь возникли многочисленные фабрики и заводы в том числе и известная баттерсийская электростанция построенная в 1930-х годах как я уже сказала в двадцатом веке продолжал район развиваться и в тридцатых годах появилась одна из самых знаменитых достопримечательностей баттерсийская электростанция которая долгие годы снабжала лондон электроэнергией потому что до этого здесь были электростанции одна была не так далеко отсюда но они не были такими мощными и так как промышленность быстро развивалась электроэнергии не хватало в городе появились перебои и построили вот эту станцию которая проработала достаточно долго хотя она работала на угле в этом состоит причина почему ее построили именно около берега темзы потому что уголь подвозили баржами это было намного дешевле конечно станция была очень не экологичная мы с вами это понимаем и должна сказать что совсем недалеко отсюда находятся очень фешенебельные районы как саус кингстон как челси и конечно жители этих районов были недовольны по моему в 1975 закрыли одну очередь этой электростанции но а полностью ее закрыли только через семь лет после ее закрытия с 1983 года она стала объектом многочисленных планов по реконструкции и восстановлению с реконструкции не все прошло очень гладко но во первых здание несколько раз после того как она закрылась меняла хозяев сначала здание стояла без использования и конечно разрушалась потом появился хозяин который начал что-то делать у него не получилось все это остановилась и здание стало разрушаться еще больше но хорошо то что хорошо кончается и проект все таки завершили завершили примерно полтора года тому назад конечно как я сказала вокруг еще ведется стройка еще разбиваются сады еще много чего делается но вот на данном этапе проект реконструкции электростанции является одним из самых амбициозных и дорогостоящих проектов лондоне общая стоимость проекта оценивается примерно в девять миллиардов фунтов стерлингов проект включает в себя не только реставрацию самой электростанции но и создание жилых и коммерческих и развлекательных объектов на территории в рамках проекта также построены жилые комплексы офисные здания торговые площади и общественные пространства кстати когда я вам показывала станцию вы наверное заметили что вот прямо трубы выглядят вот как современные скульптуры прямо такие новенькие бодренькие свеженькие а это все потому что их пришлось отстраивать по-новому потому что старые невозможно было отремонтировать и их просто убрали и построили новые и вот во время того когда их строили в одной из труб сделали лифт и сверху там смотровая площадка можно купить билеты по интернету это немножко дешевле чем покупать здесь и не факт что здесь билеты будут часто приходится их брать заранее но проблема была в том для нас что мы не знали когда мы встретимся когда мы покушаем и так далее и мы могли взять на время а билеты не дешевые и просто не вписаться в расписание не хотелось нам делать такую спешку но в общем мы отказались от затеи и поэтому это тоже возможно будет следующий раз но виды конечно открываются там замечательные ну а мы с вами зашли вовнутрь и вы можете оценить как круто здесь поженили старое и новое индустриальный стиль столетней давности почти что и наших дней вообще проект был разделен на несколько фаз и его реализация заняла более 10 лет реконструкция электростанции привлекла значительное внимание со стороны инвесторов и со стороны общественности благодаря своей масштабности и исторической значимости объекта и так рассматривая то что получилось давайте вернемся к тому что было то есть к истории этого места как я уже сказала идея строительства и нужда электростанции на реке темзи возникла в 1920-х годах лондонский совет нуждался в новых источниках электроэнергии для растущего населения и промышленности города место для строительства было выбрано в районе баттерси благодаря удобному доступу как я вам уже сказала к воде для охлаждения и транспортировки угля в 1929 году началось строительство первой части электростанции известной как баттерси эй или а по проекту архитектора джона гильберта скотта который был уже автором знаменитой красной телефонной будки с которой вы все знакомы и о которой я уже сделала видео как их тоже используют в наши дни потому что это почти что визитная карточка англии а также собора в ливерпуле и я должна сказать вот это мое чистое такое впечатление что электростанция она выглядит как собор снаружи только такой вот индустриальный собор здание действительно грандиозное гильбер скотт разработал дизайн который сочетал себе функциональность промышленного здания с элементами классической архитектуры в 1933 году завершила строительство первой очереди станции и она начала производить электроэнергию баттерси эй состояла из двух турбинных залов и четырех домовых труб здание быстро стало знаковым благодаря своему монументальному виду и впечатляющим размеров но я думаю что таковым она и является в наше время в сороковых годах во время второй мировой войны строительство второй части станции было приостановлено а затем возобновлено в послевоенные годы нужно сказать что по моему даже сама станция не работала на полную мощность и какое-то время потому что она являлась как бы очень хорошим ориентиром вот эти трубы дымящиеся так как она находилась вот в самом практически центре города очень близко к нему то самолеты при бомбардировках лондона ориентировались на нее и поэтому она не работала всю войну только когда появился уже перелом войне и перевес на стороне авиационных сил англии тогда она опять заработала и стала давать электричество ну как и во многих других странах конечно во время войны были перебои с электричеством его давали по часам и но было не всегда 1955 году завершилась строительство баттерси бир и станция достигла своей полной мощности обе части и nb вместе представляли собой симметричное здание с четырьмя высотными дымовыми трубами которые стали ее символом баттерсийская электростанция долгое время была одной из самых главных источников электроэнергии в лондоне производя до 509 мегаватт электроэнергии тем не менее к 1970 годам станция начала устаревать ее эксплуатация становилась менее экономически выгодной по сравнению с новыми электростанциями сейчас мы с вами находимся в баре в помещении которая когда-то была командным пунктом по управлению всей электростанции и вот так вот здесь сохранили старое и вписали в интерьер нового пара получилось такое очень интересное интерьерное решение почти чувствуешь себя как музей ну и можно конечно насладиться каким-нибудь чудесным напитком при входе вы видите комбинезон и всяческие приборы которые в общем то здесь когда-то эксплуатировались но в комбинезоне это была униформа работников всей электростанции также здесь есть и место юмору и современному искусству классные ребята я бы назвала эту скульптуру когда влюблен неважно в какую сторону у тебя смотрят уши а вы как назовете эту картину вернее скульптуру народ присылайте свои идеи по названию этой скульптуры но мы двигаемся дальше и вот здесь как раз вы видите модель как подвозили уголь как все это работало информация на стендах и конечно модели электростанции какой она была и какой она стала видите там даже есть сады на крыше но я думаю что это доступно только жителям потому что на верхних этажах там еще есть и квартир мы сидели вот 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 здесь вот ресторанчики сейчас нам нужно двигаться наверно в сторону этого перекрученного красивого здания золотого но мы внизу сейчас на справке спросим где посольство находится потому что это вот круто это нужно ну вот круто когда пришел вот такое место и можно просто сесть за рояль и поиграть ну а мы вышли наружу и вы видите как здесь на нескольких уровнях даже снаружи решаются общественные пространства как они интересно построены вообще здесь конечно миллион просто миллион идей для всего ну например посмотрите как интересно выложим камень со ступенек камень переходит абсолютно в плоскую стенку это как нужно было все до миллиметра высчитать и как круто это все смотрится это вообще что-то нереально посмотрите как они расходятся вниз на ступени там машины конечно сады здесь отдельная тема для разговора мне очень понравились посадки но я сюда еще вернусь а сейчас мы идем смотреть сады вокруг посольства и я вам покажу дорогу туда и дорогу назад а самих садах у меня есть отдельное видео посмотрите это мега круто особенно бассейн который находится на небесах в прямом смысле этого слова но я всегда что-то интересное найду поэтому и по дороге туда и по дороге обратно были интересные места которые я для вас засняла и постараясь их слегка прокомментировать слава богу что была возможность не на не тут краток животного червячков оперировать по дороге ольга мне рассказывала как оперировали ее собаку только плоти червяка мне кажется в урбанической среде это очень по-человечески ставить памятники с рубленым деревьям по дороге от батарси до американского посольства идти примерно 10 минут мы нашли вот этот вот монумент он как раз посвящен тем деревьям которые погибли когда строили этот микрорайон и хотя как вы видите район очень зеленый все деревья не удалось сохранить все здесь очень интересное правило во время постройки и я вам показывала в разных моих видео элементы и подтверждение тому например если есть возможность оставить какое-то дерево то есть она не стоит там где будет строиться дом но в пределах строительной площадки его поставят специальный защитный деревянный ящик возведут вокруг деревянную структуру которая поможет сохранить дерево безусловно что все планируется заранее так вот с осени зимой может быть даже летом затянут оставшиеся деревья которые находятся в пределах строительной площадки специальными сетками чтобы птицы не свили гнезда на следующий год потому что даже если деревья физически защищены и гнезда не пострадают из-за шума взрослые птицы могут забросить свои гнезда и тогда птенцы все равно погибнут именно поэтому предотвращают просто возможность построить гнезда посмотрите люди не только живут в таких местах на таких кораблях но еще и сады разводят посмотрите сколько кругом цветов интерьер внутри наверное тоже очень интересный но это очень дешево потому что помимо того что покупают эти старые посудины конечно не очень дорого но их нужно реставрировать много в них денег вложить и вот такие вот парковки особенно здесь первая зона лондона это стоит очень дешево но зато у тебя огромный дом потому что ну такую квартиру купить такой площади это в этом районе очень дорого стоит все удобства под окнами вышел в ресторанчик перекусил тут же в батарсе недалеко в общем здорово интересно необычно смотрите на причале огород то есть и малина растет и подсолнухи и фасоль и плодово ягодные деревья вон груши я вижу и это пристань цветочки везде вот такие вот лодки довольно часто я встречаю на них люди живут они не комфортно потому что они узкие но вот такой корабль это совсем другое дело очень необычное место смотрите там на антене скульптура попугая по центру пристани красивейшая большущая и не дешевая могу сказать скульптура лошади на той лодке прямо две террасы на каждом конце здесь потом ящики с растениями и потом еще одна терраса тоже с цветами и со скамеечкой ну а здесь просто положили декинг поставили стул с корзиной с красивыми цветами смотрите смотрите какие там интересные дома сделали это уже видео перестроенные корабли полностью и у них там и солнечные батареи и терраски и даже припаркованная лодка а как они расписали свой дом креативненько получилось очень креативненько а вот здесь стоит знак for sale на продажу видите в окошко так что кому нравится такое жилье кто хочет покреативить вот пожалуйста у вас есть перспектива покупаем раскрашиваем модернизируем и радуемся жизни это точно не для меня для меня два качка и все у меня горизонтальное положение и надолго такие дома часто используются как дачи ну а те которые побольше и как постоянное жилье впрочем и в маленьких живут семьи без детей когда двое молодых людей и в общем то они не очень притязательны к комфорту со встречи из них нельзя здесь встречается сообщество собачных конечно это новый район и между домами современное озеленение с элементами декора со скульптурами все выглядит очень так респектабельно ну а мы возвращаемся к реке и продолжаем идти дальше вдоль пристани и вы видели что отдельный это как микрорайон на воде отдельный вход там написано что это частная собственность и только люди которые владеют вот этими домами на воде могут использовать эту пристань ну и посмотрите какие здесь опять очень красивые лаконичные скамейки декоративные стильные и вот такие вот очень стильные посадки посмотрите как классно смотрится смотрите очень интересный элемент широкая лестница по краям лестницы проходят ступеньки по которым можно подниматься и опускаться а средняя часть используется как скамейки которые поднимаются кверху то есть чем ты выше тем лучше у тебя вид на реку и между ними поставили контейнеры чтобы не было все совсем уже так скучненько на каждом написано стрит лайф то есть жизнь в улице и конечно посадили те растения которые практически при нашем климате не нуждаются в поливе здесь давайте поднимемся наверх и посмотрим какой вид отсюда открывается ну очень классный вид можно спокойненько вот так посидеть поговорить с кем-то встретиться даже можно вот из этого дома стеклянного монстра выйти вниз с чашечкой кофе и посидеть здесь и посмотрите с этой стороны технические помещения когда смотришь с лестницей и из дома ты видишь просто лужайку потому что сверху они посадили травку контейнеры на колесах это еще одна идея которую мы можем позаимствовать из городского ландшафтного озеленения потому что каким бы ни был ваш сад вы всегда можете принести объем в том месте где вам нужно например использовать это на патию или как разделитель пространство сада в нужное время в нужном месте ну а мы возвращаемся назад к зданию Buttersea Power Station и вы видите я вам говорила что район еще строится что кругом стройка все закрыто специальными заграждениями и на плане местности показано ярким цветом то что уже построили и бледным то что строится то есть вы можете уже видеть как будет выглядеть полностью этот комплекс этот район шикарно на контрасте с этим кирпично стеклянно-железным зданием смотрятся луговые посадки вокруг как будто рассказывает истории этого здания потому что этот район это здание было заброшено почти 50 лет 50 лет не знали что делать с закрытой станцией станцию закрыли полностью в 1985 году и вот с тех пор она стояла бесхозная пока несколько лет тому назад в 22 году ее не открыли как вот такое вот современное очень эстетичное и функциональное здание где есть практически все магазины рестораны кинотеатры и даже квартиры лично мне эта концепция очень нравится она мне очень по душе и эмоционально и эстетически такая она вся урбанистическая и в то же время у нее есть смысловая нагрузка что нужно возвращаться к природе назад ну а то что есть то что когда-то работа на загрязнение природы потому что эта станция она снабжала электричеством весь лондон но она его и загрязняла она работала на угле но она была здесь в семье у и с у у у у А вообще, с давних времен здесь выращивали аспарагус, спаршу. Я даже где-то видела табличку, напоминающую об этом. Вот здесь были просто поля спарши. Опять-таки практичность, видите, сажнички. Ну и кто их заметит при таких посадках? И кому они мешают? Никому. Просто еще и польза от них. Потому что есть насекомые, которым они необходимы. Смотрите, как классно, выкрашенные в яркий цвет, смотрятся элементы старого оборудования электростанции. Тут же место отдыха. На лужайке мы уже сидели. Очень душевная лужайка с видом на темзу. Тут же мини-теннисный корт. Там еще какой-то павильон строят. Посмотрите, какая уникальная работа. Сколько здесь кирпича и как он выложен. Это реально арт-объект. Трубы белые и красивые. Они были перестроены, потому что они были в таком состоянии. И то там уже было нечего реставрировать, но чтобы была какая-то аутентичность внешнего вида, их перестроили. И в это же время в одну трубу заложили лифт и сделали наверху смотровую площадку. Ну, мне кажется, все самое главное, помимо парка, конечно, который мы оставим на следующий раз, я вам отсняла, показала. Так что слово за вами, а я направляюсь уже к андеграунду. Очень мне нравятся эти стулья. И похоже, что они очень удобные. Смотрите, какие здесь контейнерные посадки. Ржавое железо. Семент. Крашеный цемент. Впереди ржавое железо и деревянные контейнеры. Куда ни повернешься, везде много растений, много зелени. И хотя ты находишься среди кирпича, бетона и стекла, кругом ты еще и окружен растениями. Хотя, казалось бы, для этого место здесь совсем не подходящее. Кирпича «Кирпича кирпич». Кирпича кирпича!. Субтитры делал DimaTorzok В этом районе и в этих домах начинается с полумиллиона. Вот такое здесь еще строющееся, развивающееся, интересное место, где встречаются старое и новое, где используются новые технологии. В общем, я очень рада, что смогла вам это все показать. Надеюсь, что вам понравилось. Ну, а как на самом деле, пожалуйста, пишите в своих комментариях. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч и всего вам самого доброго!